Я сейчас нашла гардину. Рукодельник мой. Шумоизоляционные занавески. Тыква. Тыква. Писи дзубки. Вот мой завтрак. Всегда, когда я его фотографирую, тут все разложу-выложу, у меня все уже остынет. Ты же помогаешь маме? Смотри, у мамы пакеты, у тебя пакеты. Посмотрите, это же просто у меня сердце кровью обливается. И во вторую. Держи. Все, я помыла уже. Огурчики, кукурузка. Амфлу вот так ломаешь, ее, по-моему, с водичкой чуть-чуть разводишь. Доброе утро, мои хорошие. Как я вам говорила, в какие моменты мне хочется начать вести влог? Это когда Денечка начинает играться. В общем, ходил он, бродил. Показывает мне на рис и гречку, говорит, хочу-хочу. Ну и, соответственно, это два сосуда. Это стакан воды, тряпка, чтобы все вытирать и ложечка, чтобы все мешать. Все, ребенок занят. Короче, вода, гречка, жменька гречки и жменька риса. Все, вот он кашеварец. Ну, а я никак не могу насладиться, честно говоря, своей новой спальней. Момент, кстати, один. Знаете, что я хотела вам сказать? Я там в том видео не сказала, потому что еще не заметила. Но вот сейчас уже более-менее замечаю, что у меня стены такого, знаете, ну, белые, но более такой белый, белый-белый, короче, более теплый белый. Даже я бы сказала, что у меня классические белые стены, а вот потолок чуть-чуть с сиротой, чуть-чуть с холоднецой. Это не сильно бросается в глаза, но я, как перфекционист вот в каких-то таких вещах, я это замечаю. И я вам скажу, что в следующих своих комнатах, если под эти стены, то я буду делать тот другой, наверное, вариант, который, он чуть-чуть, ну, он чуть-чуть теплее был, он такой молочный цвет, и он сюда больше подойдет. Потому что сейчас прям идеально белый холодный цвет потолка, да, и не такие, не холодные. То есть мне бы в стены добавить еще капельку холодного цвета, чтобы оно сравнялось все. Вот, поэтому тот потолок был дороже на 50 рублей квадратный метр. Если здесь 17 квадратов, то, ну, было бы, ну, грубо говоря, там на 1000 рублей, да, получается, дороже было. И да, ну, в следующих потолках я сделаю, там зернистость меньше, ну, зернистость вообще не влияет, тут ее особо не видно, но вот цвет, это важно. Я сейчас нашла гордину, вот, то, что я вам говорила, она в клею, я сейчас буду в интернете смотреть, как убрать клей, но у меня клей здесь немного. Вообще эта гордина, она была наклеена в моем магазине на стену, вот, и она как бы по периметру, видите, ну, вот это, может, не страшно на время, все равно я другие гордины хочу, но я бы попробовала убрать. Тут самое страшное, это как, видимо, капнуло у меня здесь где-то чуть-чуть клея, и тут прям такая полосочка клеевая. Вообще, надо бы постирать, и пятнышки какие-то есть, ничего, я не стирала, вот. Короче, вот сейчас я поищу, как вот это вот убрать, и, да, в стирку кину, и потом повешу. Мне кажется, с гординой будет намного, намного лучше. Еще я встала с хорошим настроением, я прохожу в марафон, и в этом марафоне мне иногда задают вопросы, типа, конкретно, чтобы я подумала насчет там вот какой-то темы, да. И вот сегодня утром я встала, начала отвечать на этот вопрос, и, в общем, писала, 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 и в конце предложения я поняла, что мне не хватает, и что именно сегодня я должна сделать для того, чтобы идти к своей цели. Мне нужно найти хорошие курсы, хорошие лекции по планеру своего времени, потому что у меня много идей, у меня все расписано по планам, я знаю, что нужно делать для того, чтобы идти дальше, и это именно то, что мне нужно. Но у меня на это не хватает времени. А то, что у меня не хватает времени, это не значит, что я прям, знаете, фу, загружена полностью, да. Это просто говорит о том, что я не умею распоряжаться правильно своим временем. Поэтому здесь вот хочется найти что-то, но я раньше заканчивала такие курсы какие-то, смотрела что-то, и лекции там, да. Но, видимо, меня хватило ненадолго, может быть, недельку я что-то планировала, и как-то все потом опять на тормозах, и опять я в ситуации, что мне не хватает времени, а на самом деле можно было бы его как-то найти. Вот, поэтому сегодня я буду искать вот эти лекции. А, еще хорошая новость. Я вчера заказала кровать в Хофф, и она есть в наличии. Кровать белая, я в Инстаграме своем уже делала вам публикацию, спрашивала, как вам. И я поняла, что именно эта кровать, именно этого цвета белого, короче, лежит у меня вот здесь, она засела, и все. То есть я рассматриваю другие варианты, ищу что-то, но эта кровать, она села в сердце, и все. Я поняла, что, короче, я ее хочу, я ее закажу. Я не знаю, насколько ее хватит, как долго она мне прослужит, если что, потом другую кровать куплю. Но сейчас я хочу именно эту кровать. Вот, поэтому она будет, это, наверное, следующий влог будет, да, как ее будут собирать. Я думаю, что я отдельное видео сделаю про свою кровать. И хорошо, что она есть в наличии, в воскресенье ее привезут, а на следующий день она будет в сборке. Вот, и я расскажу, я ее взяла со скидкой. В общем, полностью уже в отдельном видео скажу, сколько она мне стоила, сколько времени сборка, как быстро ее доставили, как она в интерьере красиво вписывается, да, там, и почему там кровати. Ну, короче, все расскажу. Это маленькое счастье. Хотела еще заказать шкаф там же, вообще заказала. Ну, а потом позвонила менеджеру, и я когда была в магазине в ХОП, я хотела там взять один шкаф, но мне не нужен шкаф зеркальный и глянцевый, то есть у меня должно быть там не стекло, а пластик белый, непрозрачный. Тоже объясню потом почему, хотя я уже где-то объясняла, кто-то знает. И в итоге, короче, я звоню менеджеру, а там варианты были с зеркалом. Я просто думала, я закажу шкаф этот, а потом человеку скажу, что мне без зеркала, просто с пластиком. И в итоге он говорит, таких нет в наличии. Я говорю, ну тогда убирайте из заказа. И вчера вечером я уже смотрела, штудировала, может, какие-то компании, такие, знаете, которые у нас там вот, типа шкафы-купе, да. Вроде есть что-то, но нужно прозвонить. Я, как всегда, ночью все это смотрела. Сегодня буду прозванивать и узнавать за шкафы. Может быть, удастся, ну, съездить куда-то в какой-то магазин, да, не такой гипермаркет большой. Просто хотела посмотреть, мне очень важно, как ездят, да, какие полки, как что. Я просто помню, что в интернет-магазине шкаф заказывать, это я не определилась со шкафом. В Хофф был один шкаф, который мне очень понравился. Морган, по-моему, или что-то такое, как-то он называется. Но он глянцевый. Вот его бы я взяла просто, потому что я в него влюбилась, это любовь с первого взгляда. Но он глянцевый, и я знаю точно, что это будут некоторые неудобства. Поэтому я от него отказываюсь, но он очень крутой. Он с подсветкой, там так классно ездят вот эти вот двери, которые, ну, вообще шикарные. Вот, а в остальном это реально нужно трогать, пробовать. Потому что бывает, ты просто открываешь шкаф купе и думаешь, да блин, да что за ужас. Нет, оно должно более плавно ездить, такие тяжелые двери должны быть, в общем. Поэтому это обязательно нужно съездить, попробовать, пооткрывать эти двери и уже дать добро. Вот, сегодня я буду этим заниматься. Английский. Вчера не делала, блин, вчера не удалось. У меня себя вообще плохо чувствовала. Вчера у меня хватало сердце. Не то, чтобы хватало, а вот мама говорит, что это тахикардия, наверное, называется. То ли я кофе перепила, то ли я перенервничала со всеми этими потолками и всем делом, что у меня просто наплывы, знаете, такие, успокоилось сердце. И я такая все легла, короче, и мама говорит, не нервничай, ничего, ложись. Хотя я не нервничала, вот реально, у меня нет никакой нервной работы, правильно? Я тут особо не нервничаю. Ну, малой что-нибудь там плохо себя ведет, прикрикну, да? А на самом деле все это, это все влияет очень сильно. И вот когда у меня настала эта слабость, я реально хожу такая и понимаю, вот мне что-то не нравится. Я раз, ну, как бы, возмущнуться и понимаю, как мне плохо становится. И я раз такая, все, успокаиваюсь, спокойно, не обращая внимания. Ну, то есть так, да? Или, например, даже это тоже, да, нервные какие-то переживания, стресс. Когда ты держишь много-много всего в голове, и ты думаешь, так, надо это сделать, надо это сделать, сейчас мне вот это сделать, вот это сделать, это тоже напряжение. И реально я только начинаю об этом думать, что мне надо вот это, вот это сделать, и я чувствую, как мне плохо становится. Я сразу такая раз отпускаю, все, ничего не надо, полежи, отдохни, просто посмотри сериал, то есть и все, и мне становится легче, представляете? То есть я для себя вчера сделала вывод, что вот эти мелкие моменты, которые я вообще не считаю напрягом, они реально считаются напрягом и реально действуют на организм. И очень важно быть все время в спокойном состоянии и все воспринимать спокойно. Так что сегодня я выпила одну кружку кофе, вдруг кофе как-то на меня влияет плохо, и стараюсь все воспринимать спокойно. Сегодня я решила себя побаловать завтраком, и все-таки тут нарезала, приготовила авокадо, у меня уже давно лежит мягенький, пока вкусненький, нужно есть рыбка, яичко, в общем, белок, и все, что нужно сегодня я получаю. Это после того, знаете, как стресс у меня, я сразу думаю, так, нужно-нужно позаботиться о себе. Вот так вот я кладу рыбку, вот так вот, и все, буду есть. Приятного аппетита! Так прекрасно, когда в доме много места, и мы можем. Денька, смотри, что сейчас мама сделает. Вот так вот, смотри, раз, два, три. Домик! Уже как раз тот год, когда это все дело интересно. Ой, это классно. Домик, ничего нигде не влазили. Домик! Ту машинку, кстати, уже все, на выброс, потому что там спицы большие, и он все время ходил, блин, и себе в глаз тыкал, и все, и короче, я ее сложила, и, наверное, выпину просто. Так, это колышки, это на природе можно ее затыкать, вот. Мы не на природе, но колышки не нужны, я их уберу. О, да! А дымя где у нас тут? О, да! Привет! Привет! Смотри, ты можешь закрывать этот домик. Нет, как надо! Здесь закрыли домик. Поворачиваем, смотри. Оп! А здесь что у нас? Здесь у нас какая-то штука интересная. Что это вообще? Не пойму. Так, давай со всех сторон посмотрим. Здесь и здесь. Все, насквозь, дырочка, да? Все. Играй. Класс? Чуть-чуть грязный? Или нет? Я его один раз на природу брала. Ну все, играйся. Давай, я шарики принесу. Мячики. Ю-ху! Мячики! Мячики, Деня! Все, собирай туда все мячики. Все мячики в домик. И ты будешь там в домике. Все. Короче, ребенку есть чем заняться. Я пошла собирать заказ со своего магазина. Короче, повесила гардину. Батарейка все, вот, сломалась. Повесила гардину. Вот здесь у меня клей, видите? Никак не отмывается. Я даже пока его оттирала, видите, испортила чуть-чуть гардину. Ну, короче, это временный вариант. Она еще помятая. Я только вытащила ее из стирки. Вот. Она еще такая чуть-чуть влажненькая и помятая. Ну, симпатично. Я решила, что буду брать и гардины, и тюль в магазине, потому что мне важно потрогать. Я не могу в интернет-магазине заказывать. Мне важно потрогать, пощупать. Она должна быть определенной текстуры, определенного материала, вот этого всего. И тюль тоже, вот. Вот. Поэтому это то временное, то, что у меня было, я повесила. Вот. Кайфуем пока что. Дэнни разбросал тут все и забодал меня с этим. Так, немного постирала светло. Ну, это то, что с тюлью у меня стиралось. И, кстати, я люблю, знаете, где-то в комнате развешивать вещи, потому что каждый раз, когда сюда заходишь, здесь прям безумно вкусно пахнет. Мне кажется, как-то в комнате светлее даже стало. Вам не кажется? От того, что свет падает на потолок, отражает. Это вот я, когда видео свои делаю, я знаю, что есть отражатели такие белые. То есть, если ты возле белой стены, и свет падает на что-то светлое, то он отражает еще, еще света становится больше. Так что вот белое со всех сторон все отражает. И от потолка теперь отражает. И реально как-то еще светлее в комнате стало. Вот. С мамой сегодня созванивались, она мне говорила об освежителе, чтобы он работал прям с утра до вечера. Я его решила включить. Ай, освежитель. Что я его освежителем называю? Увлажнитель и очиститель. Так, Дэнни достал вот эту игрушку. А как мы с Дэнни будем играть? Давай возьмем шарики и разложим по цвету. Смотри. Вот. Зеленый на зеленый. Красный на красный. Желтый на желтый. И синий на синий. Давай, разбирай. Желтенький давай. Вот. Теперь все остальные также складывай. Супер, молодец. А все остальные складывай на все-все-все. Дэнни наигрался здесь, да? Принес мне вот эту игрушку, которую я тоже брала, по-моему, в фикс-прайке. Это аппликация из помпончиков. По-моему, там где-то самоклеечка есть. Вот. И эти помпончики, вот можно такие игрушки делать. Я думаю, что это им действительно понравится. Но мы будем в это играть, когда Дэнни соберет в домик все свои шарики. Да? Да. Давай собирать шарики. Игруха твоя ждет. Давай. Собирай шарики в домик. Смотри. Опа. Все, кидай. Вот так, молодец, давай. Закидывай шарики. Все шарики закидывай в домик. Я тебе чуть-чуть помогу. Я стала все. Он у меня все игрушки вот так вытаскивает, да? То есть все. Домик ему. Эти мячики вытащили. Он пошел. Вот игрушку сейчас принес. Потом еще что-то мне там принес, открыли мы. Я говорю, так, все. Игрушек много. Давай уборку делать. И он убирается. Он, кстати, сегодня утром пришел ко мне и хотел получить на балкон. На балкон хотел взять там игрушку. Я не знаю, какую игрушку он хотел взять. Он просто говорил, дай игрушку. И показывал на балкон. Я не знаю, какую игрушку. Но я сказала, прежде чем игрушку получить, там нужно было два конструктора собрать. Один конструктор ему надо было кругленький там с такими колечками собрать. А второй он шахматы разбросал по всей квартире. Я говорю, надо их все собрать и найти. И вот он все собрал, сложил, положил и ждет такой. Я ему открываю балкон и он оттуда берет звездочку, девочки. Просто вот берет огромный мешок с игрушками. Он берет звездочку вот эту и выходит. Я говорю, это все, что ты хотела? Он такой, да. И с этой звездочкой ходит. Я говорю, больше ничего из игрушек хочешь не взять? Нет, ничего не хочу. Вот так хотел звездочку. Так, сейчас мы играемся, да? Новое задание. Ну ладно, поиграйся пока. А захочешь помпончики, все уберешь. Ну вот мы и разобрали. В общем, сначала мы выбрали желтенький. Отклеили вот такую вот желтенькую штучку. И клеим помпончики куда? На липкую ленточку. Вот так ровненько выклеивает. Выклеивает Дынька все ровненько. Вот когда они у него закончатся все, мы отклеим следующую. У нас здесь еще красненькие, синенькие, розовенькие. Красота. Мне кажется, что нам не совсем их хватит. Мало их здесь. Молодец. Вот красиво как, да? Рукодельник мой. В общем, покажем потом картину в итоге. Вот так вот он будет у нас клеить. По очереди. Сначала желтые, потом розовенькие. Или красненькие. Сейчас посмотрим. Пошли шарик. Да. И что, последние остались штрихи? Розовенькие, что-то ты не туда залепил. Все? Больше нет розовеньких? Стой. Подожди. А ты любишь-то все ломать. Вот любят сейчас ломают все сделать. Давай, надо распределить же. Смотри. Видишь, не хватает розовеньких. Надо их как-то распределить. Вот это вот они пожалели нам, да? Ну подожди, Дэнни, да я в целом сниму. Потом будешь разбирать. Короче. У меня ребенок это сделал, как это, мандала, знаете, сделал и все. Покажи. Какая красота. Теперь ты решила, все, теперь можешь делать, что хочешь. Мама сатарофировала. Теперь можешь делать, что хочешь. А вообще лучше по пакетикам собери. Если хочешь, оторви и заново по пакетикам собери. Мы потом на что-нибудь еще наклеим. Выкидывать не будем их. Складывай пакетики. Вот сюда. Все, видите, вот он разбирает. Вот он любит вот это вот. Всегда он так строит пасочки, и тут же их рушит. Он что-то там рисует, потом мнет, оторвет. Он что-то строит, потом сразу это ломает. Не привязывается к рисунку. Сохранять это не обязательно. Решила дать Дэнни новое задание. Убирай ручки. Обклеила баночку скотчем. Смотри. Вот. Все, лепи вот так вот. Вот. Сделаешь красивую баночку, потом покажешь. Мам. В общем, созвонились с Робином. Он говорит, как мне не нравятся эти занавески. И вспомнили мы про занавески, которые он давно-давно заказывал уже. Занавески, короче, специальные для съемок. Они очень тяжелые, они огромные. Шумоизоляционные занавески. Светонепропускаемые занавески. Короче, они крутые занавески. Говорит, самые дорогие брал. Когда заказывал, там ему нужно было. И вот они лежат у меня. Вообще, я их для детской присмотрела. Скотч прилип. Еле их нашла вообще. На балкон куда-то их спрятала. Я уже собиралась для детской их оставить. И все. Короче, я их сейчас хочу попробовать. Он говорит, намного лучше будет смотреться. Я вообще хочу посмотреть, как они будут смотреться. Вообще, я в спальне планирую такие, знаете, светлые все-таки, да? Не темные. Ну, с удовольствием посмотрю, как эти смотрятся. Так что сейчас эти сниму. Эти одену. Посмотрим, как вид поменяется. Представляете, сейчас начала одевать. И поняла, что здесь еще их надо закрывать. Тут еще закрывашка есть. А я повесила все, не закрывая. Прикол. Слушайте, ну он был прав, я вам скажу. Повесила эти занавески. Совсем другой вид стал. И покрывала сюда беленькая подходит. Но эти занавески, они не черные. Они такие, видите, с узорчиком таким. Вот. Ну, мне кажется, гордина. И они еще цельные. Их можно разделить напополам. Ну, я их и разделю напополам, когда их буду вешать в детскую. В детской, наверное, будут такие. Потому что... Хотя и здесь они пока тоже смотрятся неплохо. Вот. Просто я планирую все светлое сделать. Но пока я доберусь до гордин, когда все это закончится, ситуация, хрен его знает. Сейчас я полностью сделаю и покажу вам. Они, кстати, очень тяжелые. Но все равно хорошо ездят. Сейчас их вот так вот поправлю. Равномерненько. Вот. Вот так вот выглядит. Денька прыгает, бегает. Такая более, знаете, уже такая брутальная, что ли. Такая какая-то классическая. Не то, что мои розовенькие были до этого, да. Что-то такое яркое, такое ле-е-е. А сейчас здесь такого по сдержанности больше какой-то. Ну и, соответственно, вот выключаю свет. Видите? Ну, по высоте немножко они подходят. Мы брали не под эту специальную квартиру. Вот, кстати, теплый свет отлично сюда идет. В общем, неплохо. Но, во всяком случае, можно было бы даже и заснуть. Вот так вот свет горит, закрываешь, и можно было бы уснуть. Здесь достаточно непроницаемо. Но еще он говорит, что они еще и шумоизоляционные какие-то. Ну и красивенькие, симпатичные. В общем, вот так, видите, меняется цвет. И как только я буду менять вот это вот все, синий будет, там, розовый, или белый, или бежевый, или коричневый, будет все время полностью меняться комната. Поэтому здесь как бы главная основа. Я уже говорила, да? Ну ладно. Чуть-чуть прибрала. Даня тут раскидывает каждый раз все. Собирай палочки в пакетик. Мама поможет тебе собирать помпойчики, которые тоже по всей квартире сидишь. А ты собирай палочки. Дай трубочки. Трубочки собирай. Так, сегодня Денечка молодец, поел кролика у меня. Сейчас я ему варю макаронки. Давно макароны не ела, он их очень-очень сильно любит. Ну и себе заодно макароны сварю, что-нибудь. Как бы гарнир есть, что-нибудь там мясо придумываю. Кстати, заметила еще, что сегодня Даня не смотрел мультики. Я его по телеку не включала, и утром я вместе с ним встала. Телефон ему тоже не давала ничего смотреть. И у нас целый день работает ТНТ, но мы его не сидим, не смотрим. То есть он просто фоном у нас работает, и все. И мы сегодня и лепили, и рисовали, и с этими палочками игрались. И прыгал на кровати, и с шариками, и с домиком, и с твистером, с этим. Короче, кучу всего делал сегодня. Мне кажется, он должен уснуть очень легко. Хотя он сейчас вот как бы, мы вдвоем спокойно так как-то, он спокойно засыпает. Мне не приходится его очень долго укладывать. Сейчас, в общем-то, уже время начала восьмого. Время летит очень быстро. Реально, очень быстро летит время. Вот пока я вот на этой самоизоляции. Мне кажется, я глазом не успею моргнуть, как уже это все. Все хорошо будет. И мы выйдем в свет гулять. А, ну все, сейчас сварим макаронки, покушаем, и пойдем укладываться. Кстати, еще один интересный момент. Видите, Данька раскладывает шахматы. Интересный момент, интересный факт. Первый раз, когда я ему открыла, вот буквально на днях, открыла я ему только, он начал раскладывать. И вот мы раскладываем, раскладываем. Я до этого ему не давала, и мы никогда не играли. И как бы никогда никаких словечек из шахматной темы. Я никогда ему не говорила. Я не знаю, где это он набрался. Короче, он раскладывает, раскладывает. Я говорю, давай ходи. Ну, типа, давай ходи, как ходить. Вот только начали играть. Он такой берет одну фишку, ставит ее и говорит, шах и мат У меня глаза просто на лоб полезли, потому что я ему никогда это не говорила Я не знаю, может быть он мультики какие-то посмотрел Три кота или фиксики, может быть там кто-то играл А он мультики смотрит, ну как бы даже вот я включаю ему целые серии там по 45 минут И я включаю разные серии, лучшие серии там или там еще какие-то И тем не менее повторяются мультики, а у некоторых мультики даже наизусть знаю То есть повторяет за ними, говорит вперед там, да Может быть там кто-то играл, и он запомнил, что шахматы, шах и мат Но я ему никогда это не говорила, я была очень удивлена Дэнни попросил третью тарелку макаронов, но он готовит свое блюдо, да Он в сок выкидывает макароны, а потом достает, и они получаются немного сладенькие Вот такой повар маленький Ой, кошечки, мы готовимся ко сну, короче Дэнька принимает ванну Сейчас я закрою, потому что у нас на самом деле очень ярко светит все Софиты бьют, как я вам говорила, да Так, вот такой коврик, вот у меня будет, я думаю, возле кровати Ее скорее привезут скоро, и вот здесь будет кровать с белой красивой спинкой Я не знаю, ее, наверное, куда-то может чуть-чуть туда сдвинуть А у меня получается, знаете, что надо будет померить? У меня вот здесь пока временно рабочее место поместится мое Я же буду освобождать кухню сейчас для того, чтобы там начали делать электрику Я хочу максимально все оттуда убрать И вот рабочий стол, кстати, притащу сюда Буду здесь пока сидеть работать У меня, видите, как раз розетки для рабочего стола Я их делала либо для рабочего стола, либо для моего столика Ну, женского, да, там За что бы краситься там все дела И снимать видео вам, конечно же, на фоне Ну, короче, кровать где-то вот здесь так и будет стоять Я где-то так и планировала, рассчитывала Так, разбираем все Денька купается Пока он там нежится Мы здесь сейчас все подготовим Еще, кстати, у меня много чего накапливается вам сказать И я решила сейчас, так как вы любите эти, знаете, ночные разговоры наши с вами Я начала записывать Думаю, о, вот это вот, когда уже Деньку уложу, все, приду И буду при свете моего компьютера, когда она меня светит, да Буду с вами болтать, вечерние беседы вести Есть у меня всякие такие мысли, которыми хочется поделиться И думаю, вот, поделюсь именно вечерком Так что я уже там пометочки делаю, о чем мы с вами вечерком поболтаем Так, все, разложила кроватку Делаем на минимум, варм Варм и на минимум Вот так вот, наверное, да? Или вайт на минимум О, кстати, вайт на минимум вообще Во, супер И Денечку приведу сюда уже спать Ну что, мои хорошие, вот вечер, вечерочек настал Давайте обсуждать тему, которую я хотела Итак, первое, о чем я хотела поговорить Это у нас успокоительные Я сегодня пила успокоительные Я сегодня сделала пост в инстаграме Написала ситуацию, объяснила, как что Очень много советов от вас пришло И несколько человек написали, что они ходили к врачу Вот тоже примерно с подобными симптомами Там и жалобами, да, как у меня И им прописывал врач Магний Магний Б6 Пропивали курс И типа все нормализовалось Но это вообще витаминки, как бы Я так подумала, что тоже надо взять магний Я могу брать это без рецепта И тоже сама пропить Я думаю, это лишним не бывает Вот, еще мне посоветовали Попробовать попить цикорий или матча Цикорий я пробовала Но я так поняла, что смотря какой цикорий Цикорий все разные бывают Есть какой-то дешевый, есть там дорогие Ну, в общем, какие-то надо взять попробовать У меня вообще какой-то лежит цикорий Но он что-то мне особо не зашел А вот, по поводу матча Я не пробовала, что это такое Надо будет попробовать Вот, где-нибудь заказать Или увижу, если Типа от кофе не отличается Ну, я только за Потому что на самом деле Кофеин это не самое важное Что мне нужно с утра Мне просто нравится вкус кофе чувствовать А я помню, что я переходила На чай как-то А сейчас я чай буду пить Я выпила одну кружку кофе с утра А потом решила, что я на чай буду переходить И пост этот написала Вот, поэтому потом я уже пила, да, чай И завтра я тоже буду пить чай Либо цикорий, тот же поищу Где-то он у меня лежит Еще сегодня я приготовила себе Ну, я вообще приготовила деньки, макароны Ну, и заодно себе И у меня там оставались сардельки И я вот нарезала опять салатик И вот поела И у меня там еще осталось даже на завтра Это к слову о том, что По поводу там готовки-неготовки Я заметила, что на самом деле Мне больше нравится Заботиться вот в плане готовки И кормежки кого-то, да Мне больше нравится заботиться о ком-то Чем о себе Вот что касается еды Чтобы я сама себе что-то приготовила Ну, реально, это у меня должна мотивашка внутри проснуться То есть я такая себя вообще Не заботча себе вот в этом смысле То есть я такая бутерброд бы съесть Быстренько что-нибудь запихнуть там И заниматься дальше делами На самом деле это очень плохо Я позавтракала сегодня хорошо Выделила себе время И на самом деле так и надо Хотя бы позавтракать Очень важно Хотя бы позавтракать хорошо Получить все необходимые витамины, элементы Но это не значит, что я не буду готовить И не буду заботиться о людях Которые, допустим, в этом будут нуждаться То есть Денька у меня Я бы с удовольствием готовила бы Там разные, разнообразные блюда Если бы он их ел Ведь он не ест Один раз что-то приготовишь, два И то не просто ты готовишь А еще же заощряешься там И перемолешь ему И переблендеришь там все Но не ест ребенок Ну вот ест он то, что ему нравится И я думаю, что у меня не один такой ребенок привередливый Дети часто такие Вот Ну то есть вот сейчас, например, хотя бы Вот он ест мясо вот в этих баночках детских, да Ну хоть я какое-то разнообразие могу мясное давать ребенку Он рыбу перестал есть Раньше рыбу ел А сейчас перестал есть рыбу Но хоть говядину, кролика, цыпленка Ест И то раз на раз не приходится Раз съест, раз не съест Раз бывает прям за обе щеки трещит Причем если ему с чем-то намешать, не будет А раньше ел только если намешать с чем-то Ну то есть перемешать с картошкой или еще что-то А сейчас нет Ну то есть к нему постоянно вот этот вот подход надо такой иметь И соответственно когда ты готовишь раз, готовишь два, готовишь три Ребенок это не ест Мне оно вот не надо Особо сильно, да, наготавливать И в итоге вот О себе не забочусь Но я уверена, что когда мы будем жить с мужем вместе Я, конечно, недавнюю Он любит у меня поесть там что-нибудь такое Пицца, суши, что-нибудь заказать Но я с удовольствием буду готовить и кормить Чтобы жидкость была всегда Соусы, борщи, супы Хотя он это не любит Вот, но я буду готовить все это И, конечно, разнообразные блюда буду всегда удивлять И это будет с желанием, с любовью, с вдохновением И я буду понимать, что это будут есть, ценить, любить Вот, и что это нужно, да, для здоровья Пока что, как бы, нет Нету мотивации, грубо говоря Никто не хочет есть мою стряпню Я имею в виду Деньку, да? А мне и нафиг не надо Вот, что я хотела с вами обсудить вечером Со шкафом, блин, вообще Тоже шкаф сейчас выбираю Уже второй день Сегодня узнавали целый день по поводу этого шкафа на заказ Цены в два раза почти дороже Чем нежели покупать готовую Вот, так что То, что я хочу Пока что я не отпускаю эту идею Я все-таки ищу, сейчас уже поздно Но я там вроде заказала один шкаф И вроде бы он прям то, что мне нужно Вот завтра они позвонят И цена хорошая прям Вот завтра они мне позвонят И если все нормально, все в норме Я его закажу Если нет, то я буду свои желания Немного, знаете, вот у меня бывает Я очень хочу что-то прям Ищу, 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 ищу Но если я уже все переискала И понимаю, что этого нет Я, конечно, начинаю с собой внутри договариваться Ну ладно Ну смотри, тебе обязательно вот это Вот смотри, какой вариант Это же тоже неплохо, да? И я такая Ну да, в принципе, это тоже неплохо И начинаю как бы себя внутри Делать плюсы и доводы Чтобы приобрести то, что я думала раньше Не совсем мне подходит Кстати, часто бывает так Что я, бывает, прихожу к каким-то вещам Их покупаю И потом, наоборот, радуюсь Что я купила именно эти, а не те Хорошо, что так сложилась ситуация Что того, что мне нужно, не было И в этом смысле я, кстати, доверяю пространству То есть я не расстраиваюсь очень сильно Когда, допустим, я что-то хочу Нарисовала себе идеальную картину И вдруг обстоятельства складываются так Что, ну, никак не получается у тебя это То есть я не расстраиваюсь Я прям из кожи вон лезть прям там сильно не буду Я могу немножечко как бы раз Проявить гибкость свою, да? И полюбить что-то другое То, что более доступно, например, мне сейчас, да? Вот это качество у меня есть Оно хорошее на самом деле И часто оказывается, что это было Лучший вариант Чем тот, который я хотела так сильно изначально Вот Все, мои хорошие Я уже смонтировала видео на второй канал Денчика спит Все поделала Очень хочу пойти на массаж У меня так были спина Вот так вот я все время сижу Скрюченная Сейчас пойду включу себе сериал И буду под него засыпать У меня сейчас шестая серия Черной любви Доброе утро, мои дорогие Только проснулась, только открыла глаза На самом деле спала бы и спала еще Ну, Денечка позвал А уже разбросал тут все Просит меня включать этого робота-пылесоса Он мне уже надоел, честно говоря, и жужжать И самое интересное, что ему То он жужжит, ему не нравится То его надо включить То батарейка То непонятно, что хочет Короче, он мучает этого пылесоса И, соответственно, меня просит его мучить Короче, я его убрала И теперь вот он все утро просит меня его включить А я спокойно говорю Нет, включать не будем Вчера я выпила успокоительных много Поэтому я спокойно, как удар И просто спокойно говорю Включать не будем Смотрите, что я нашла Как-то давно у меня в какой-то бьюти-коробочке По-моему, бу-бу-бу-бул И чуть-чуть проснулась Был вот такой вот кофе Кедрокофе И я его так и не пробовала Не было желания А он вегетарианский С растительными сливками На кокосовом масле Без сахара Вот По сроку годности еще вроде подходит Он изготовлен был 11-19 Срок годности 8 месяцев Вот Способ приготовления Содержимое пакетика Всыпать в чашку 200 мг Добавить горячую кипяченую воду Или молоко Температурой 80-90 градусов Перемешать, подождать 5 минут Натурально полезный напиток Мне кажется, что надо попробовать С водичкой чуть-чуть Сначала Хотя я кофе с молоком пью Это же кофе все-таки Мне интересно просто вкус его почувствовать Молоком можно его сбить Наверное И молоко у меня гречневое А у него свой вкус Гречневое Вот я думаю Может обычным молоком залить Короче Сейчас попробую вкус Сделано в Сибири Кто пробовал, напишите в комментариях Сейчас оценим Так, в сухом виде выглядит вот так Запах непонятный В общем, ждем Пока вода подкипит Ой, какого-то розового цвета Может я что-то не так сделала Почему он розовый Вы видите? Розового цвета У меня в этой кружке 350 миллиграмм Вот я вот так налила Как бы 200 Чтобы если что Молочку одолить Сейчас попробую Кстати, кусочки Вот здесь есть Видите, вот они Они не растворяются Они так куском Здесь и лежат Их же не нужно кушать Интересно Или нужно Очень странный вкус Как будто шишки какие-то ем Но в итоге я не пойму Вот этот осадок весь Это что? Это то, что я должна есть ложкой Или нет? И что растворилось? Может быть это чисто Сливки Вот там вот эти растворились? Не пойму Молока долью сейчас еще Так Ну, и так сливочный вкус В принципе Но я еще молочка долью Раз там пишут, что молочко Можно Но меня смущает Вот это то, что не растворилось Вот эти вот кусочки Это кедра, наверное, куски Есть их вот Я как-то не хочу Вообще всегда, когда я ем что-то Или пью новое Мне все время страшно Я вообще не аллергик Ну, вот в последнее время Мне стало страшно Вообще я не аллергик Всегда все смело пробовала А сейчас я боюсь Какие-то особенно растительные штуки Пробовать Мало ли аллергия там какая-нибудь Реакция организма начнется Вот с рождением ребенка Я очень много стала бояться И аллергии И всего на свете Но в целом терпимо Чувствую просто такой аромат хвои Типа я шишку, знаете, взяла И вот нюхаю ее и ем Облизываю В целом можно попить Покажи букву В Волк Где волк? Вот волк нарисован Волк Скачала приложение Достала кубики Нам давно девочка Дарила С Питера Присылала Но приложение у них не работает Почему-то Так что у нас просто кубики остаются Но я пока скачивала приложение Нашла вот такое У нас, кстати, игрушка такая есть А здесь еще и в онлайн Что там? И? Вот она, и, смотри Да Ему очень нравится, когда эта девушка хвалит Ё с точечками Ёжик Где ёжик? Ёжик Ё Правильно А, ты знаешь где? Арбуз А А Арбуз Да А Молодец Покажи букву Н Н Ножницы Да Н Молодец У нас новая тут игра Развлечения Теперь я ему на кубиках ищу букву Я Вот Е Вот она, смотри Е А он и нет Это А Покажи букву Е Е А он ищет эту букву Е у себя там Е Ищи Вот она, да Правильно, правильно Нажимай Нажимай Нажимай, где Е Да Е Правильно Покажи букву Г Г Теперь давай найдем Г Мама найдет Г тебе покажет Тут еще по цветам они одинаковые И краткое Попробуй еще Покажи букву Г Давай Ищем Г Мама ищет Вот она, Г Дэнь Г, вот она Ищи Вот Молодец Покажи букву Б Б Вот Б Ищи Б Молодец Перчатки Перчатки Паук Паук Орех Орех Фен Лопата Холодильник Шляпа Гитара Тыква Короче, просто приложение Учим карточки для малышей И все Лавочка Лавочка Села монтировать для вас Школу блогеров Пора уже А Денечку заняла Вот чем Большой рот Рисуем Кис Он забыл уже Ему скачала Он уже давно не играл В нее Нарисуй Овальное дельце Ну, девочки Я сделала Уже не первый шаг Но первый шаг К тому, чтобы начать Монтировать видео И сейчас я смонтировала Видосик Это плюсы и минусы Блогерства Я там раскрываю Очень Как следует Все плюсы Чтобы понимали Что вас ждет И минусы Что ждет в блогерстве Так, вот Первый ролик Сейчас вывожу Потом там другие темы Ну, очень много разных тем Я стараюсь сделать Более такими Короткими роликами Чтобы вам все было понятно И ясно Чтобы вдохновлять вас Чтобы все, короче Было четенько Вот У меня здесь свет Звук хороший Все На новую камеру снимала Свет выставляла по 3 часа Перезаписывала все Вот это введение Самое сложное Потому что я несколько раз Перезаписывала ролик Короче Я собой горжусь Все Я начала Монтировать Школу блогеров Хочу ее быстро сделать Так Давно я не готовила Вот так Яички Специально Такой В магните Ой, блин Да ешкин Блин Смотри, Дэнни Мама взяла И Проколола себе Яйцо Короче По чайной ложке Водички Это у меня новые Зрители Кто не видел Еще По чайной ложке Водички Что-то у меня Что-то у меня здесь Начало выливаться Впервые Короче 50 секунд Потом перерыв 10 секунд Еще 20 секунд Еще это у меня тут Полилось В общем Вот такое блюдо У нас получилось Сейчас выложим тарелку Все Настолько я голодная Что уже даже укусила Бутерброд Не дождавшись Съемки Ладно Все Приятного аппетита Ой, мои хорошие За это время Я Искупалась За это время Я Что еще сделала Полежала Я заметила, что У меня редко Вообще такое возникает Желание Но я прям Легла И мне хотелось полежать Денька что-то прыгает Нозится Вокруг меня А я лежу И такая вот Ну Небольшая слабость Какая-то Потом встала Думаю, ладно Надо монтировать видосики Надо там делать То все И что я заметила Что у меня теперь Еще вдобавок К кашлю Болит голова То есть Когда я кашляю Я напрягаюсь И чувствую Идет отдача в голову И я не знаю Это может быть От успокоительных Этих От новопассита Но Я вчера начала пить То есть Я вчера два раза выпила И вот сейчас Я выпила еще Но вообще там написано Что там от головной боли От мигрений От головной боли То есть По идее Не должно быть Чего-то такого Ну в общем Выпила сейчас Не знаю Решила Это школу блогерства Оставить на вечер Потому что Большая концентрация Мне нужно концентрироваться Это очень много разных кусочков И мне нужно сконцентрироваться Потому что Я все-таки Даю информацию И информация Это такая Важная Значительная Короче Я какая-то немножко Знаете Вот голова Да Мне вот это не нравится Хочется полежать Кстати Еще малого Сегодня это Держала И что-то мне показалось Он горячеватый Сейчас короче Я нам померю температуру Так Померили температуру Температуры нет у нас А Деньке Нашла новое приложение Он раскрашивает сначала В разные цвета Какого-то персонажа А потом этот персонаж Танцует А вот здесь можно управлять Этим персонажем Он может танцевать Быстро Так Что это такое Он может танцевать Быстро Вот так вот Медленно Может танцевать И разные Вот Нет Это мамина Кусать Нет Тебе нельзя кусать Крошки Уложила пацана спать Без 10 Девять Хотя мы пошли укладываться Девочки В половину восьмого Я прям хожу Наслаждаюсь Честно говоря Квартирой Мне хочется туда чаще заходить До этого как бы в спальню Мы заходили только чтобы спать Что там тусоваться Да А сейчас мне хочется там и прилечь Хочется лечь И я думаю Хочется прилечь Хочется лечь Да Масло масляное Но суть в том Что хочется прилечь И смотреть Смотреть на потолок Смотреть на люстру Смотреть на занавески Смотреть на то Как лежат игрушки В этой комнате Ну как-то вот по-другому Все И Денька там постоянно тоже бегает Вердится Веселится Такой пойдем спать Пойдем спать Мы просто заходим полежать И реально какое-то чувство законченности Есть Ну глобальная законченность И я думаю Что когда мне уже соберут кровать Это еще одна будет радость большая Потому что когда я еще буду Видео снимать для вас Историс какие-то На фоне этой красивой спинки Кровати Тоже видео хочу отдельное Прямо снять С кроватью Как ее привезут Как она будет у меня тут стоять Потом как ее будут собирать И как я буду потом радоваться Вот И шкаф С шкафом конечно проблема сейчас Я немножко решила Оставить эту тему Не знаю Кровать еще ладно Кровать еще ладно Она как бы откликнулась Мне в душе Там Что именно эту я хочу И можно не искать Потому что Подобные кровати Там цены Ого-гошеньки будут Если я хочу из другого материала Например Там да То есть там В два-три раз дороже Будут эти кровати Я уже смотрела Приценивалась Поэтому это самая такая Цена-качество Нормальная мне Вот А шкаф Блин Ну реально На заказ Они очень дорогие Ну как бы Я не рассчитываю На это То есть я не думаю Не хочу Такой дорогой шкаф Да Я просто видела Что есть шкафы Которые мне очень нравятся Они очень классные Они очень качественные При этом не такие дорогие Они готовые уже Вот Просто нужно найти Готовый шкаф Именно тот Который мне нужен И все равно Я должна все-таки Я должна пооткрывать Попробовать Я буду ждать Наверное Конца карантина Я не знаю Насколько мне хватит Но пока что Сколько вот я хожу Думаю Мыслю Мне кажется Что нужно все-таки Мне его прям пощупать Потрогать И тогда заказывать А вот так привезут Соберут Это будет не то И будет у меня все время Червячок какой-то Точить Я вот Уже говорила Что в этом смысле Я не могу Должно меня удовлетворять Поэтому кровать Пока будет В кровать тоже Уже часть вещей Можно будет убрать Например Постельное белье Какое-то И вот Там покрывало Там еще что-то Уже можно будет В подъемный механизм Поднять И часть вещей убрать Освободить Комнату Или там балкон Да Потому что сейчас все на балконе Постельное Тоже хорошо Что-то еще я подумала Что блин Вспомнила Подумала Что до 3 надо пить До 3 Правильно говорю Витамин D Я имею ввиду Ресницы попадали Уже нафиг Все блин Витамин D Надо пить Ресницы попадали Я сегодня лежала И думала Что блин Походу ногти Уже пора делать Они реально Отросли И ничего не работает Вот Короче Завтра новый день Походу Новые заботы Новые проблемы А И вот что еще хотела сказать По поводу того Что я Пью успокоительный И я замечаю Что изменяется Когда мы пьем Да Успокоительный Ну как бы Вчера я так особо Ну как бы заметила Не обратила внимания Вот сегодня я лежу уже И обращаю внимание Что вот этот вот Процесс Внутренний Мой Поток Беготня Вот это вот Внутреннее Надо сделать это Надо сделать то Так это надо не забыть Это надо записать А еще вот это Вот это то Ой я не успеваю Это не успеваю То Блин а когда же я начну Это делать А когда я начну то И вот это вот Крысиные дыга Какие-то Внутренние Это тоже Нервы Оказывается Просто они такие Незаметные Они такие Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та И самое интересное Что я привыкла В этом режиме Жить А оно тоже Сказывается На здоровье И вот я сейчас Пью успокоительное И я понимаю Что Я не стала Какой-то знаете Такая Типа такая Раз и все Типа все Не важно Как это из сказки Там да Что 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 воля Что неволя Все равно Этого нет Я все равно Продолжаю делать Свои дела Я планирую день Но он какой-то Спокойный То есть У меня нет Беготни Внутри Надо привыкнуть к этому состоянию На самом деле оно так должно быть Что-то у меня, видимо, правда Маленький нервоз Хотя я думала, это норма Это не норма Все, короче, буду монтировать Пить водичку И все Фу, девчонки, заработала Надо было отформатировать карточку Блин А там даже, знаете, у меня иногда карточка Просто пишет, что надо отформатировать ее Я ее форматирую А иногда просто, ну вот как сейчас, да У меня идея пишет, что, блин, ее может отформатировать надо Просто она в камере у меня показывает Типа вообще она не читает Брок Все, сломано И на компьютере зашла, сейчас не читают На компьютере я ее отформатировать не могу Потому что она ее не читает А сейчас засунула ее в камеру И нажала форматирование, отформатировала и все Вот, видимо, накапливается мусор там какой-то Блин, ну слава тебе, Господи Я думаю, блин, карту недавно только покупала Стоит немаленьких денег опять ее покупать. Что такое? Или думала, уже камера моя сломалась. Думаю, надо внести в ремонт. Слава тебе, Господи, все хорошо. Все, тогда я беру вас с собой. Мы собираемся в магазин. Деня, пошли зубы чистить и одеваться. Пойдем, Кися, зубы чистить. Зубы! Зубы чистить! Зубы, давай. Не писать, а чистить. Скажи, чистить. Писить, чистить, чистить. Деня не всегда соглашается идти чистить зубы. Иногда он как примерный мальчик все идет, а иногда вот... Пойдем чистить зубы. Чистить зубы! Дай зубки чистить, идем! Чистить зубки, идем! Ты же помогаешь маме? Смотри, у мамы пакеты, у тебя пакеты. И? Нет? Мама два несет? А ты вот этот неси, на. Давай. А ты этот бери. Пошли. Приучаем где-то, ребенка, к помощи маме. Так, ну что, сели в машинку, выкинули мусор. На улице ветер, как всегда, поэтому без шапки никуда. Настроение хорошее, кстати, с утра такое. Все, надо быстро все сделать. Вообще, ощущение такое, что заточение. И на самом деле, знаете, что больше всего сподвигает тебя сидеть дома? Это то, что ничего не работает. Я вот на самом деле, шкаф мне надо, да, там еще что-то для квартиры. И вот так в онлайне брать, как бы наобум, наугад, то, что я еще не трогала, не щупала, с чем я не определилась, я не могу. И вот если бы сейчас работал, там, Икея, да, там, Хофф или Леруа, я бы поехала туда и покупала то, что мне нужно. И вот от того, что вот сейчас, в моей период жизни, да, все это дело не работает, я сижу дома реально и чувствую себя, ну вот как бы, и нет нужды куда-то выходить. Кстати, думаю, зайти в Фикс Прайс сейчас, посмотреть, что там, вообще он работает или нет, интересно, да, ну и посмотреть, какие-то новинки там, есть ли что-то. Вот. Ну, посмотрю по народу еще. Если будет много народу, то не буду заходить. Если никого нет, сейчас утро еще такое, мы рано выехали. Вот. Если никого нет, то зайду, что-нибудь приобрету. Вот. Вот, все, поехали. Ой, девочки, в итоге, почта не работает. Да. Они, значит, у них понедельник, пятница, они работают до пяти, вот расписание, ну, посмотрела. И суббота, воскресенье, они не работают. Перерыв также у них с часу до двух. Так что в понедельник поедем. Сегодня суббота. Никуда не поедем. Сейчас взяла продукты. Тут рядом пятерочка. Взяла продукты. И хочу заехать в фикс прайс. Все. Если фикс прайс не работает, буду тогда ждать, когда фиберлик заработает. Там у меня антисептика куча. А, еще хотела сейчас взять цикорий, но что-то цикорий вот здесь вот мне не захотелось брать. Девочки мне скидывали какие-то варианты еще этого цикория. Короче, я поняла, что есть какой-то дешевый, а есть какой-то хороший подороже. Ну, я же такая, чтобы подороже взять. Кто-то, кстати, одна девочка мне писала, что у нее от цикория желудок начал болеть. Вроде он полезный. Может, это не от цикория было, может быть, что-то параллельно еще она там пропивала, да, но она заметила вот такой момент, что кофе пила, ничего не болело, а цикорий начала петь, начал желудок болеть. Вот, так что, ну, это она одна такая писала, но я бы попробовала, на самом деле, цикорий. И еще, говорят, матча, да, может, в ленту заехать, там должно быть, там же есть вот этот вот уголочек, да, с этими полезными штуками все, потому что что-то утром надо пить. Вот сегодня протеин пила, там, фиберликовский, с капучино вкусом, ароматизатором, но что-то не то, он очень густой, какао там, много сахара, я сейчас с сахарозаменителем, короче, надо подумать. Так, вспомнила, что у меня у нас здесь недалеко на райончике есть вот такой эко-маркет, зайду туда посмотрю, может, там есть матча, и спрошу про цикорий, про качество, они наверняка знают, у них там много полезных продуктов, и зайду в аптеку сейчас, магний, B6, спрошу, как вы советовали мне, пропью немного, то не хочу я успокоительные пить, я, кстати, уже сегодня не пила, и вчера на ночь тоже не стала пить. Девочки, смотрите, зашла, мне вот рекомендуют, но здесь есть кофе в составе, но его немножко, вот кто пробовал, расскажите, пожалуйста, вот ячменное, что-то такое, зерно-чай ячменный, так, ну, это чай, а вот кофейный напиток, сибирская коллекция, здесь входит кофе, здесь так написано, смотрите, где у нас тут, где у нас тут состав, вот, в состав ячменный солод, специальной обработки, кофе черный молотый, ну, это незаменитель, наверное, совсем кофе, просто, может, полезнее кофе, да, но пока вы мне не напишите, я не буду брать, сейчас еще варианты посмотрю, матча тут нету, зато есть вот напиток для всей семьи, кофейный напиток из лаков, натуральный, растворимый, сейчас почитаю, что случилось, кисенька, что, ты хочешь поздороваться со мной, сейчас вытру, подожду, спасибо, Деня, жопка, посмотрите, это же просто, у меня сердце кровью обливается, жопуня, ну-ка, аккуратно, Зая, надо, а то у меня как сиренюша, можно еще одно, если я не поеду, поел ребенок, да, скорей дай-дай, быстренько, а то заберу сейчас, на улице никого нет, Денька решил присесть, я думаю, посидим, хоть с ним немного воздухом подышим, а то реально, мне кажется, скоро это, синяки под глазами будут, нереальные у нас, взяла антисептик, вот этот вот, который изначально брала, как-то он называется, изуминус, изепталин, короче, который очень дешево стоил, и в итоге, он сейчас стоит 128 рублей, по-моему, один, я 4 штуки взяла, но стоит сейчас он дороже, просто он один спирт, стоит дороже, чем уже готовый антисептик, короче, взяла 4 штуки, потому что вот этот спрей мне очень нравится, вот как мы делаем, набрала вот этих салфеток в фикс прайсе, сейчас антибактериальных, которых не было долго, вот, еще взяла закваску, кстати, там для йогурта, для кефира, для творога, там наборчик взяла, сделаю что-нибудь дома, что еще взяла, магний взяла, который вы говорили, только один из-за магний B6, я взяла там 10 ампул, 500 с лишним рублей стоит, и магнелис можно было взять, там получается, он стоит 800 с чем-то, но там 120 таблеток, ну типа больше, да, вариант, но таблетки я не пью, я бью вот эти вот ампулы, ну как бы пропить можно, я думаю, это не навредит мне, поэтому я взяла 10 штучек, я помню, что беременная я была, по-моему, мне прописывали его, и я его пропивала, так что я думаю, это только на пользу, сидит котеночек мой маленький, дышит воздухом, а молока я еще своего не взяла, взяла напиток, кстати, здесь кофейный, и вообще мне эта женщина говорит, что если у вас проблемы с сердцем, то это типа не от кофе, типа от кофе проблема, ну вот сколько людей, столько мнений, да, но мне нравится такой вариант, потому что я бы не хотела прекращать пить кофе, и на самом деле, может быть, она даже права, что это не от кофе все, да, она говорит, вы просто нервничались, наверное, дома, с ребенком, я говорю, ну да, сейчас все, по-моему, нервничают, и может быть, как-то и плюс дела, вот эти мои, да, и оно все вот так сказалось на организме, но она говорит, это никак не из-за кофе, не знаю, типа говорит, кофе на сердце не влияет, вы что, его так сильно много пьете, я говорю, ну, две кружечки пью, так на самом деле, я это пью, не две кружечки, я наливаю кофе в стакан, вот столько, вот столько кофе, и две кружки выпиваю, вот столько кофе в моем стакане, Причём это даже нежгучее эспрессо. Нежгучее. То есть, по большому счёту, я кофе пью немного. И я где-то согласна, что, возможно, это всё-таки не из-за кофе у меня такие идеи, а то, что я слишком много гоняю всего в голове. Мне надо немножко преуспокоиться, и витаминки, правда, какие-то попить, и всё. Но я взяла в любом случае там заменитель, напиток такой кофейный, он такой весь полезный весь. И кофе там совсем чуть-чуть, типа для вкуса только, сохранения. Посмотрим, какой-то из одуванчиков, из корня одуванчиков. Не знаю, понравится, нет, но вместе попробуем. Смотри, Гуля кушать хочет. Пойдём купим либо семечки, либо купим булочку. Пойдём, и ты накормишь Гулечку. Давай? Пойдём в магазин купим что-нибудь покушать, Гули, и птички накормишь. Пошли. Или вот здесь у нас золотой колос. Вот, смотрите, дезинфицирующее средство, кожный антисептик, 280 рублей. Вот я сама такое делаю, но у меня дешевле получается. Я за 128 купила спирт. Ну, везде продаётся сейчас. Всё, мы взяли булочку. Держись только от птичек подальше, а то они разносчики инфекции конкретной. Я вообще не люблю голубей из-за этого, потому что они, ну, как бы грязные птицы на самом деле. Правда. Вот. Но я люблю кормить их. Мне нравится смотреть, когда их много. Но от них лучше держаться подальше, не трогать там. И реально. Кстати, на самом деле мы бы уже пошли домой. Просто мне нужно зайти в Фаберлик. Там очень много антисептика я заказала. Ну, и вообще много всяких приколюх. И сегодня мой заказ будет. Но они открываются с часу. Но пока привезут, она говорит, после трёх приходите. Но мне не кайф по подъезду шарахаться, честно говоря. Туда, сюда. Раздеваться. Вот эти все вещи. Поэтому я решила на улице, чтобы народу вообще нет смотреть. Очень мало. Потусуемся заодно свежим воздухом подышим. И уже пойду возьму эту посылку и домой. Сейчас были в магазине. Нашли, кстати, вкусные конфетки, вот, которые нам давали в парикмахерской нашей. Сейчас покажу, какие. Мармеладки. Покажи, Дэнь. Конфетку. Конфетка. Конфетка, да. Вот вкус арбуза. Ты будешь кушать её? Давай покажем, какая она вкусная внутри. Короче, мы пока не вышли. Я ему руки не продезинфицировала. Вот она, видите, какая. Кушай. Э, в руках не таскай. Вот, короче, вкусная, нам нравится. Я на такая мармеладочка вот так сейчас уберу, чтобы не шумело. Надеюсь, вам не шумит. Короче, ходим гуляем, жду звонка, чтобы нас позвали в Фоберлик. Должны прям привезти сейчас нашу посылку к двум часам. Сейчас где-то беспитно. О! Заговорила, и вот он. Сейчас пойдём получать посылочку. У меня там и обувь, дезинфекция, что-то из одежды, по-моему, шампунь и тысяча видов буду тестировать. А, что хотела сказать-то в целом, что мы стояли в очереди. Вот эти конфетки, короче, я нашла, увидела. И в итоге, Дэнька, очередь 10 человек где-то было в магазине. Причём кассы все три работали, и 10 человек перед нами стояли, но я в такой очереди ещё вообще не стояла ни разу в магните. И, в общем, Дэнька закатил истерику. Я говорю, давай мы расплатимся, я тебе дам потом конфетки. Он одну взял, блин, руки же надо сначала продезинфицировать, промыть, он же всё там хватал. Короче, я говорю, нет, нельзя. А и в итоге. Так, ой, о чём мы зашли? Сейчас, наверное, много будет здесь этих посылок. Попозже. Пойдём ещё на улице потусуем. Кисть, пойдём попозже на улице потусуем. Сейчас всё, человек всё-всё-всё притащит. Потом, наверное, надо будет минут 10 подождать, пока всё это распакует. И потом пойдём. Короче, нас пропустили вперёд, вот. Ну и вот смотрите, сколько сейчас у меня всего. И я вот в одной руке это, потому что здесь лёгкие предметы, а здесь тяжёлая сумка. Ну и мне просто уже некуда в зубы. На помощь приходит помощник. Держи. Дэнни. Маме помогать будешь. Держи. В одну ручку. Так. И во вторую. Держи. Так. Нормально? Не тяжело? Всё, держи. Сейчас так и пойдём. Мама это возьмёт. Я помыла уже огурчики, кукурузка. Это я буду делать опять крабовый салатик. У меня ещё там пачка крабов осталась. Так, купила это отдельный набор помидорчиков. Вот такие очень люблю. Дэнни сейчас дала попробовать, а он прямо всё весь искривился, выплюнул всё. Бананы гигантские. Не люблю гигантские бананы, но с ними что-то в последнее время дефицит. И вот вот этот вот асцепталин, то что я вам говорила. Видите, вот 123 рубля я ошиблась. 123 рубля. А я его покупала за 35 буквально полторы недели назад. Вот так цены выросли. Так, вот такой напиток в итоге я решила взять. Я его изучу, попробую, расскажу вам потом. Вот такой мы берём, кстати, Рина Стоп Аква для детей с рождения. Она на каждый день, там, знаете, с улицы пришёл, носик сделал там перед сном, может быть, там утром можно. Но я всё равно не каждый день, прям, знаете, по необходимости. Вот. Ну, раз в день промываю, получается так. Ну, бывает, что и не промываю. Ну, короче, он всегда должен быть. И Рина Стоп, он 410 рублей. Я не помню, что дешевле. Мне казалось, что Рина Стоп, он дешевле, чем Акваморис или этот Аквалор. Поэтому я его покупала. Ну, что-то он тоже недешёвый, 410 рублей. Вот, смотрите, Магни Б6 взяла. Он идёт в ампулах. Вот я его пила, когда я была беременна. Вот 10 штук пропивала. Он стоит 500 с лишним, там, рублей. Ампулу вот так ломаешь, её, по-моему, с водичкой чуть-чуть разводишь. И пьёшь. Только не помню, в какой половине дня. В инструкции почитаю. Вот. И, да, таблетки было бы дешевле. Магнелис взять. Это аналог, я так поняла. Но я таблетки не пью, не люблю. Поэтому взяла всё-таки Магний. И, по-моему, 10... Хватит 10 дней пропить мне. Зачем мне много таблеток? И вот такая вот заквасочка. Смотрите, набор заквасок. Йогурт, иммуновид, кефир, творог. Иммуновид я не пробовала. Творог мы с мамой делали. Кефир, кстати, не делали. Надо попробовать. Короче, вот здесь набор из четырёх, я так поняла. Такой лёгенький. Что-нибудь сделаю. Ещё хотела показать вам молоко. Это я в Магните взяла. Вообще 0,05%. Ну, это жирности. Но на самом деле жирность особо не влияет, по-моему, там на то, что поправляешься, не поправляешься. Главное, сахар. Лактоза. Это сахар. Вот. Я помню, что когда мы худели, вот она говорила, что лактоза – это сахар, поэтому мы от молочки отказываемся. Поэтому мы молочку не пили, а не из-за жирности. Ну, я просто решила проверить, ну, проверить, да, на вкус просто. То есть я ещё взяла по полтора процента два молока. Вот. Была в фикс-прайсе, набрала очень много всего. Там и новинок, и игр, развивашек для детишек. И будут обзоры на моём втором канале отдельные, ну, какие-то там игры, да, там взяла баскетбол. Не хотела сначала, а потом смотрю, ему очень нравится в кольцо закидывать мячики. Поэтому взяла, думаю, ладно, посмотрим, как, чё. Поглядим, куда можно поставить, так, чтобы он в окно не кидал. Может, он маленькие мячики будет кидать. Короче, распакуем, сделаем. Вот, полный обзор, конечно же, у меня здесь на канале будет. Там же я цикорий взяла. Кто-то говорил мне, что в фикс-прайсе очень хороший цикорий кто-то пьёт. Вот, и я решила взять. Я его брала уже когда-то. Он мне, по-моему, не зашёл. Возможно, он где-то лежит. Я искала, не нашла. Возможно, я его выкинула или отдала. Купила ещё, короче, вот такая, да. Вот. И куча вещей в Фаберлик получила. В общем, сейчас буду всё распределять на видео, когда, какое видео снимать. И я же всё жду кровать. Я же хотела на фоне кровати уже, понимаете, вам снимать. Что уже всё. Фикс-прайс на новой кровати. Красивая белая спинка. Вы не понимаете, как я этого жду. Не сегодня оказывается. Я сняла денежку. Не сегодня оказывается доставка. У меня доставка завтра. А сборка послезавтра. А я думала, что-то, что в субботу привезут, а в воскресенье соберут. Но я ошибаюсь. Ну ничего, ждём тогда. Завтра должны доставить. Ну что, мои хорошие, мне уже не терпится попробовать. Вот так вот он выглядит. Достаточно лёгенький такой. Пахнет ещё не пойму как. Здесь, кстати, написано, знаете, что? Вот, что, что это традиционный, но забытый напиток. А вот в Японии он популярен. И носит имя известного врача-диетолога Азавы. Вот. Короче, относится к списку там и средств долголетия. Вот, в списке он. Он в списке, он в списке, короче, напитков для долголетия. Вот. Короче, сейчас я его сделаю чуть-чуть кипяточком, разбавлю. И ещё, ну, так попробую, и ещё с молоком попробую, скажу. На удивление, у него такой приятный вкус, я вам скажу. Ой, приятный аромат. У него даже аромат кофе. Короче, конкретный вкус кофе вот так вот, да. Но единственное, что там вот эти вот, ну, одуванчики там. Сейчас я всё это в специальный бокс высыплю. Из фикс-прайса вообще очень удобный. И буду пить. Ну, может, не каждый день. Я, кстати, подумала же, я могу кофе без кофеина пить. Что-то я совсем, совсем что-то я забыла про это. Мне кажется, может, я даже и пила. У меня где-то лежал кофе без кофеина. И я его, по-моему, пила. И вот это кофе я начала там, ну, новое открылось, с кофеином уже. И, по-моему, он меня мог вот так вот раз и это, и взбодрить. Вот. Но этот напиток, мне кажется, что можно, знаете. Один такой напиток, один кофе без кофеина. Сейчас я сделаю латы, как я делаю, и добавлю вот это. Вот. Добавляю в молочко сахара. Сахарозаменителя, вот, половинку. Взбалтываю. И все, и добавим вот этот напиток наш. Кстати, здесь вот такая гуща на дне. И вот тебе мой латы. Так, пробуем. Очень-очень вкусно. Очень кофе отдаленно здесь, да? Горечь вот эта вот кофе присутствует. И какой-то еще привкус, но он такой очень легкий. Ну, прям вот, ну, напиток. Вот прям кофейный напиток. Ну, в принципе, мне нравится. Я такое могла бы пить с утра. Еще, если это полезно, кайф. Так, почитала ваши комментарии под видео, где я натягиваю потолки и говорю вот как, что и все. Вот. Ну, всем понравилось. Прям вообще. Я даже ни одного человека не заблокировала. Всем все понравилось, все замечательно. Много советов разных дают. Например, со шкафом. Типа, что можно обклеить пленкой. Блин, реально можно. И реально это может был бы выход. Да? Но. Я бы не хотела заморачиваться. Потому что все равно, мне кажется, я вот идеально все так. Прям вот идеально. Так, чтобы вообще ничего нигде не торчало, не было видно. Мне кажется, я не смогу. Поэтому хочется взять уже готовое. Тем более, мне кажется, что варианты такие есть. Я их видела. Кто-то пишет, что на заказ сделать. Я уже сказала здесь, не помню или нет. Я прозвонила несколько фабрик, три где-то. И цены там в два раза дороже, девочки. В два раза дороже. То, что стоит, допустим, в Хофф. То, что мне нравится. Если там 22 тысячи, да, то мне предлагают за 46 сделать. За 50. Просто матовый шкаф. Ничего, особенно вот классика. Я им скидываю фотку. Говорю, вот такое мне сделать. Только я нигде матовый не могу найти. Мне вот эти вот двери просто белые из ЛДСП. Вот это вот. Типа ламинат. Нифига себе. В два раза дороже. Сейчас посмотрю, там какой-то сайт вроде скинули. Один в Москву позвонила. Там вообще за 18 то, что мне нужно. Но плюс доставка с Москвы 6 тысяч. Плюс сборка. Плюс доставка оттуда ко мне. Короче, тоже выйдет. У меня нормально там денег. В общем, я еще поищу. Я думаю, что где-то есть. Я еще поищу. И еще очень такой момент важный. Одно дело. Блин, вот шишак у Деньки. Бегал сегодня. Включила ему мультики Бобра. И он как начал тут бегать-бегать. И, короче, бегает-бегает. И со всей силы об угол печки. Видимо, об этот включатель-выключатель. Просто лоббом. Так плакал. А сейчас смотрю, у него шишандра. А, по поводу встроенного шкафа еще. Да, кстати. Все сделали. Значит, разговариваем с мужем. Он говорит, блин, мне не нравятся эти шкафы. Обычные, говорит. Вот под потолок классные. Встроенные. Я такая думаю, ну, можно что его сделать. Ну, естественно, я звоню там, то, сё. А мне говорят, а вам закладную оставили для потолка? Я такая говорю, какую закладную? Говорит, я вам закладную должны оставлять, к чему будет крепиться, вот, чтобы прям под потолок. Я говорю, нет, ничего не оставили. Ну, короче, получается, что, ну, все уже. И мне лучше не делать под сам потолок, знаете, мне еще шкаф нужен не под сам потолок, чтобы я могла пыль с него вытирать. Вот. Потому что не хотела смотреть в пыли. Вот, и по поводу шкафов, вот что хотела. Мне нужно знать, как он будет открываться. Для меня вот очень важно, чтобы он не был хлипкий какой-то, знаете, такой прям стучал там. Я видела классные шкафы с добудчиками, когда они мягко открываются, закрываются. Две створки должно быть, должен быть широкий, метр восемьдесят, метр восемьдесят пять в ширину. Вот. Белый, матовый. Хочется с этими перегородками, чтобы был серебристеньким, которые я смотрю. Ну, можно уже, ладно, без серебристеньких. Но, опять же, какие-то шкафы я пробовала в Леруа, не в Леруа, а в Хофф тогда. Я знаю, что они классные. А какие-то не пробовала. И я все-таки не рискну их покупать вот так вот, до того, как я их не трогала, не открывала. Поэтому, блин, походу придется мне ждать конца самоизоляции. Всем доброе утро. Дэнни уже освободил грязное белье и все положил сюда. Он сначала хотел чистое положить, я его сюда привела. Говорю, вот здесь грязное, надо перебрать. Все? Стирать? Подожди, Зай. Вот ты прям сразу все включаешь. Надо плотненько закрыть. А мы все вообще взяли? Пойдем еще поищем вещи. Пойдем посмотрим, может, еще что-нибудь есть, постирать. Наслаждаюсь красотой комнаты. На, вот еще. Мама переоделась. Такая теперь буду. У меня, кстати, новый костюм от Фаберлик. Я его, когда распечатаю, вам покажу. Мне кажется, он такой гламурный. И я буду очень-очень красивой дома. Так, давай еще что-то поищем. Что-что-что, надо постирать. О, носки нашла. На, Кися. Носочки. Спасибо. Пожалуйста. Кидай. Кстати, у Деньги вот осталась пятнишка. Постирала, а пятно осталось. Это вот краска акриловая. Или какая там мы раскрашивали этого оленя. Сейчас я попробую. Вот Фаберлик. Жидкий пятновыводитель. Удалит он или нет? У нас там еще и друг. Еще одна, по-моему, запачканная. Подождем. Сегодня, кстати, пью цикорий. С молочком. В принципе, ничего так напиток. Очень даже напоминает вот этот вот кофе. Фитокофе, который я вчера. Пищить. Пищить? А ты же сам можешь пить. По поводу вот этой самоизоляции. На самом деле, для меня, я уже говорила, там, может быть, открылись какие-то новые, новые вообще видения, ситуации. Я реально раньше проводила с малышом, ну, меньше времени, намного. И он ходил в садик. То есть утром я его провожала. Вечером я его встречала. Утром там полтора-два часа мы вместе. Вечером полтора-два часа мы вместе. И он спать ложится. И целый день, то есть ребенок где-то воспитывается кем-то, играет с кем-то. Вот. И понятно, что я была вся занята, и мне куда-то нужно было бежать. И я развивалась и работала, да, все это делала. Но тем не менее. Сейчас мы с Дэнни проводим, ну, просто все время. Мы все время проводим с Дэнни. Он ни с кем не остается, ни с кем не гуляет. Я никуда не ухожу, с мамой его не оставляю. И мне кажется, за это время мы стали вообще такими близкими, еще ближе, еще более чувствуем друг друга. И это такое счастье, честно говоря. Я думала, правда, я думала, что, блин, с ребенком с утра до вечера дома это будет полный трэш. Нифига. У меня за все это время, сколько мы сидим на самоизоляции, ни разу не возникло такого, что, блин, когда садик заработает? Нифига, ни разу такой мысли не возникло. Типа, ой, кайф там, это, или маму позвать, может, посидеть. Наоборот. Она сначала приехала, мама, да, вот, кстати, многие спрашивают, как там мама, как что. Она приехала, я как раз-таки думала, что садик не работает, а мне нужно куда-то будет двигать, куда-то бежать. А на самом деле она приехала, и мы дома. Мы все вместе дома. То есть я особо никуда не выходила. Я за это время по пальцам посчитать, куда выехала, ну, посылку там забрать или еще что-то. То же самое я сейчас делаю с ним. Если мне нужно посылку забрать в магазин, сходите. Я его собрала, мы пошли, подышали свежим воздухом, быстренько купили все, что надо, и вернулись. И поэтому, ну, как бы, мама здесь находится. Мы вот это вот тусуемся в одном квадратном, не в одном квадратном метре, конечно, да, но все равно в одной квартире, все равно за ребенком нужен присмотр. То ему то дать, то дать. И мама, она еще такая, как гурица-наседка, можно сказать, да, там, так, он это поел, так, он это попил, так, вот это надо сделать, вот это надо приготовить. Ну, такая прям хозяйшка-хозяйшка. Вот, поэтому она суетилась все время. И она не могла по-другому. Ну, такой человек, которому надо вот суетиться. И прилечь не могла, потому что она видит, что все время нужно, ей кажется, что все время она везде нужна, ее помощь необходима, и без нее не справиться. Вот, что самое интересное, я по этому поводу все время говорила. Говорю, мам, ну что ты думаешь, что я еще... Она меня считает все еще маленькой той девочкой, которая все получится не так, все она делает не так, и обязательно нужно там вот это сделать вместо меня, и вот это сделать вместо меня. И вот как-то так у нее красной нитью где-то это прописывается. Вот, конечно же, это очень влияет на все, на атмосферу. И она устала. И я ей говорю, давай, езжай домой и там отдохни. И реально она здесь была в таком тонусе, что приехала домой, расслабилась и простыла. И сейчас все это время болеет. И на самом деле я всегда ей говорила, что мамуль, мы справимся, не переживай. Мы справимся. Конечно, очень удобно, когда она приезжает, и когда надо куда-то выезжать. Но хорошо, когда в самоизоляцию реально все закрыли. Это реально не мотивирует выходить на улицу, вот, и сидеть дома, да, и сходить максимум в магазин. И, блин, я реально вижу только плюсы одни вот в этом сейчас. Я никогда не думала, что я вот так смогу сидеть с ребенком 24 на 7, работать при этом. Наслаждаться. Кайфовать. И мне вообще не хочется даже выходить порой на улицу. Потому что у меня здесь, в домике, в нашем гнездышке, очень много дел. И время с Денькой провести, и ложиться вместе спать. И когда он прекрасно засыпает. Но наслаждение. Когда мы с ним и развлекашки какие-то играем. Мне раньше не хватало там особо терпения с ним вот что-то делать, рисовать. Потому что все в грязи. Но когда ты на это настроишься, да, то есть ты берешь вот эту гречка, рис, вода, потому что ты настраиваешься на то, что будет здесь ужас. Но ребенок занят, он увлечен, ты за этим наблюдаешь. Не знаю, я реально поменяла полностью мнение. Я до этого реально думала, что это невозможно. И это будет не кайф. И это будет какой-то внутренний стресс. Но я сейчас более спокойна, чем до того, как куда-то выбегала и куда-то отлетела. Я не знаю, как будет, когда все это закончится дело. Мне кажется, я немножко такая приуспокоюсь. Хотя я могу очень быстро войти в тот же режим. Вот. Но прям в садик мне его теперь не хочется отдавать. Но я знаю, что он там развивается очень хорошо. С детками, и бассейн, и все это. Это, конечно, нужно ребенку. Но вообще мне с ним очень комфортно дома. Я не ожидала. Я не ожидала, что настолько комфортно будет. Реально ни одной мысли, что когда он пойдет в садик, или когда я там выйду на свободу. Я себя чувствую прекрасно. Напишите, как вы, кстати. Поменялось ли что-то у вас в голове вот с этой самоизоляцией? Что вообще думаете? Вот как? У меня конкретно все поменялось. Мне кажется, я уже не буду прежней. Так, все постиралось. Мой сладенький. Так нравится ему вот это вот. Ковыряться туда. Это же я маме помогаю. Доставай. Все, не помещается уже, да? И постирал. Вот так. Вот тут почек. Ой, тяжелая. Вот это мама точно не донесет. Пошли. Пошли. Ой, котенок. Спасибо. КОНЕЦ. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пойдемте посмотрим, что он делает DimaTorzok И начал в унитаз все смывать Но так мы не напасемся воды Я ему налила в тазик немножечко водички Прям буквально чуть-чуть, девочки, водички И говорю, вот смотри, кидай сюда И вот он наблюдает, как у нас бумага намокает Класс, да? Так, а я сейчас слежу за своим завтраком Выпиваю вторую кружечку Сделала уже одуванчики Варю яички Сегодня решила их не жарить, не запекать в микроволновке Решила сегодня сварить И будут у меня бутербродики С маслом и с сыром, наверное Да, с маслом и с сыром Вот мой завтрак Всегда, когда я его фотографирую Тут все разложу, выложу У меня все уже остынет В общем, вареные яички Мои любимые помидорчики оранжевые Ну, чуть-чуть нарезала Вот реально огурец нарезала Чисто для того, чтобы разбавить все это зеленым цветом Так, это я с сахарозаменителем пью вот этот вот Азава То, что я вам показывала Бутербродик с сыром Бутербродик с рыбкой Честно по секрету скажу Что я уже один бутербродик с сыром съела Только там было два сырочка, а не три Вот, и сейчас магний B6 Вот он, я его разведу В стаканчике его вместе с едой Написано вообще там Три раза в день его надо Представляете, я не поняла Десять миллиграмм Надо почитать как следует Я что-то не врубилась По три ампулы там написано Или что-то я не так поняла Мне кажется, одной достаточно в день Я пила, кстати... Да что это на камере, ё-моё Простите, мои хорошие Какая-то капля была прилипнута И вы, наверное, плохо видели, что я ем Вот, смотрите Хотела сказать по поводу магний B6 Что я его пила, когда была беременна Но, по-моему, я пила его один раз в день Вот, и он такой сладенький Приятно пьется Кстати, там написано, что нужно его прекратить пить Как только магний станет в норме А я-то не проверяла Может, он у меня и так в норме Но я его уже пью Потому что вы мне рекомендовали Ну, на самом деле, я думаю, что это Как бы не страшно Если я пропью его 10 дней По одному раз в день Но вообще вот Как бы вот такие советы, да Кому-то порекомендовали что-то И кто-то рекомендует тебе И, как бы, может быть, тебе рекомендовали Потому что знают наверняка что-то Или взяли какие-то анализы Или какие-то определенные симптомы Которые указывают на что-то конкретное, да И вот так вот кому-то советует что-то, да Вот сейчас я просто прочитала То, что если магний в норме Нужно его переставать пить И я такая думаю, блин А вдруг он у меня в норме А я его сейчас пью Ставит неплохо Ну что, мои хорошие Только что позвонили Сказали, что сейчас привезут кровать И сегодня же мне ее собирают Поэтому я буду с вами прощаться А в следующем видео вы уже увидите Как мне собирают кровать И как она смотрится Ура! А я с вами прощаюсь до следующего видео Пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok